Айсберга Значит, что это такое? Это, во-первых, надводная часть айсберга. И айсбергу этому размер невозможно определить словами. Он будет наполнен мясом, кровью и прочими жидкостями. Потому что вот эта вещь, это 3D-модель дракона. Она состоит из 1300 костей. Она достаточно прозрачна. Но общее впечатление она создает. Когда мы начинали эту работу, это было очень давно. И мы были в то время еще, наверное, другими людьми. Мы думали, что мы палеонтологи. Что мы собираем останки погибшего чудовища. И как бы пытаемся... Ну, как обычная научная работа. Вот ребра, вот позвоночник. Вот зубки с утратами. И вот когти. В процессе работы оказалось, что тварь жива. Что она просто меняет некоторые свои детали. И если она утратит какой-то когуть, то у нее вырастают новые. Я приготовила буквально 2-3 примера. Один из самых свежих примеров. Значит, события 51-го года. Операция Министерства госбезопасности Север. Депортация на спецпоселения в Сибири, Казахстан. Последователи учения свидетелей ЕГВ. 8,5 или 9,5 тысяч человек. Что, между прочим, послужило распространение учения по территории страны. 20 апреля 2017-го. Верховный суд РФ по иску Министерства признал свидетелей ЕГВ. Экстремистская организация ликвидировала ее, обратив имущество в собственность Российской Федерации. 1954 год. 19 февраля. Указ призыва Верховного сайта СССР о передаче Крымской области и составу СССР. И закон СССР через 2 месяца. 26 апреля 1954-го. 21 марта 2014-го. Федеральный закон о принятии в Российскую Федерацию Республики Крыма, образовавший в составе Российской Федерации, нового субъекта. Каких вы знаете? 1 января 1984-го года. Указ Президиума Верховного Совета о внесении изменений в закон об уголовной ответственности за государственные преступления. Ужесточающее наказание за политические преступления, совершаемые с помощью финансовых или технических средств, полученных из-за рубежа. Федеральный закон номер 121 ФЗА 20 июля 2012-го года о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих правительство иностранного агента. И закон о нежелательных организациях. Передаю свое здоровье к СПИРу. 1 декабря 1991-го года. РСССР признал независимость Украины. Можно я не буду комментировать? 3 декабря 1991-го. Президент СССР Михаил Горбачев подписал закон о реорганизации органов государственной безопасности. КГБ СССР реквизируется как единственный государственный орган, etc. 22 декабря 2015-го Госдума приняла в ускоренном порядке дополнение от закона Федеральной службы безопасности о расширении полномочий ФСБ, которым речь идет о фактическом возвращении ФСБ в функции Комитета госпезапасности. В общем, эта товарища, она сидит под романовским флагом, увешана романовским гербом, ей играет сталинский гимн. И мы, увы, никакие не были онтологи. Вот, собственно, все, что я хотела сказать. Остальное вы найдете в интернете, и тому, кому будет интересно пищеварение дракона, узнают все его подробности. Спасибо. Спасибо. Спасибо.